Напоминаю, этот канал не коммерческий и нуждается в вашей поддержке, денежно-информационной и технической. Так как канал теперь под постоянными санкциями разной степени тяжести, подпишитесь на резервные ресурсы. Все данные в инфобоксе под любым видео. Спасибо всем откликнувшимся. Украина не признала независимость Литвы. Сергей Лебедевник лохматый на восход.инфо за 11 марта 2021 года. Спустя 30 лет, после развала самой успешной империи планеты, всплывают подробности, о которых осколки Союза хотели бы умолчать. Слабость центра позволила разорвать страну на кусочки, но никто не позаботился хотя бы о какой-то законности развала Союза. Фарш невозможно провернуть назад, так же как восстановить СССР в его прошлом составе, идеологии и величии. У нас несколько другой путь в будущее, но необходимо знать свое прошлое, чтобы делать верные выводы. Не опираясь на мнение западных партнеров и не идти на поводу различного толка желающих пересмотра истории. История это то, что у нас есть. Можно пересматривать ее как фильм, множество раз, но она неизменна. А вот новые факты могут пролить свет на подлость западных партнеров, которые никогда не были дружественной русской цивилизацией, и их подхрюкивающих шавок из числа предателей своей большой и малой родины. Что же нового в развале Союза всплыло? А всплыл феерический документ, подписанный Украиной. Украиной в документе говорится о том, что Украина признает Литву независимым государством в первом пункте. А во втором пункте говорится об восстановлении дипломатических отношений между Украиной и Литвой. Казалось бы, что здесь нового? Один Лимитроф, радостно подвизгивая, признает независимость другого Лимитрофа. Но не все так просто. Как видно из документа, это постановление Президиума Верховного Совета Украинской ССР Кравчук сочинил до референдума 1 декабря 1991 года. Уже после референдума зарубежные партнеры легитимизировали сепаратизм украинских властей признанием независимости Украины. А на момент постановления никакого государства Украина не существовало, а была УССР, которая являлась частью СССР. На выпущенном документе виден герб УССР и на печати виден герб УССР. На документе также прекрасно видно, что он выпущен 26 сентября 1991 года, а до лживого референдума, который стал основой сепаратизма со стороны украинской власти, еще несколько месяцев. Но незалежные украинские гетманы сильно торопились легитимировать литовских сепаратистов, с которыми у них была давняя дружба. Глава Верховной Рады УССР Леонид Кравчук, плюнув на всякие понятия законности, сфальсифицировал документ о признании независимости Литвы, просто забив печатной машинкой слово «Украинская ССР» и напечатав вверху типографского бланка машинкой слово «Украина», считая, что на этом его миссия выполнена. Со временем дорвавшийся до полной власти на Украине Кравчук просто забыл исправить этот казус. На данный момент получается, что Украина не признала независимость Литовской Республики. Все дипломатические отношения у Литвы с Украиной не имеют юридической и политической силы. Это не считая того, что Украина сама до сих пор не является юридически оформленным независимым государством. Западные партнеры так торопились сделать коллективного Гуайдо, а может не рассчитывали, что Россия когда-нибудь воспрянет, что даже видимость законности не соблюли. Уже прошло 30 лет. Россия не собирается военным путем восстанавливать свои территории. Западные партнеры и некоторые российские деятели и граждане начинают биться в истерике при упоминании возможности восстановления Союза. Они упускают одно – Союз это и есть Россия. И при всех проблемах я бы не сказал, что они могут не допустить восстановления России. Будет ли это новый Союз, новая империя или просто Россия – суть не в названии. Суть в том, что это, как и раньше, будет отдельная от Запада цивилизация, построенная на совершенно иных принципах и иной морали. В конце хочу добавить, что признание или не признание Украины и Литвы уже ничего не изменит. Просто смешно смотреть на государственные потуги тех, кто даже документ правильно составить не могут. Все эти осколки России дружно кричат о возможной русской оккупации. Не устану повторять – Россия не Запад, российскую оккупацию еще заслужить нужно. Судя по последним событиям, Украину займет Донбасс. Не всю, а сколько нужно. Но это тема для отдельной статьи. Сергей Лебедев не клохматый. Украина не признала независимость Литвы. Субтитры создавал DimaTorzok